Так, Никита, привет! Да, здравствуйте, Григорий Олегович! Так, ну давай, расскажи, какое у тебя было домашнее задание? У меня было домашнее задание посмотреть видео по первому кванту с Кириллом Сомовым и составить свои вопросы. Хорошо, давай озвучивай первый вопрос. Вот, мне было интересно, каковы алгоритмы АРИС, как они используются, и как составляются вообще в процессе. Не, смотри, там у тебя вопрос про становление АРИС, да? Да, 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 и я хочу просто вопрос уточнить, чтобы мне точнее ответить. Что значит становление? В исторической развертке, что ли? Да, да, да. А, ну это все просто. Значит, Аль Шулер сначала работал в бюро изобретательства и помогал изобретателям, как я уже говорил в своем видео, изобретателям составлять свои заявки. И он понял, что есть какое-то правило. И стал это правило им написать как алгоритм, они по нему заполняли. И так, шаг за шагом, вот я, например, подумал, что это твой вопрос, надо ответить так. Вот, например, я живу в городе Бангейме, здесь Карл Бенц изобрел свою трехколесную коляску. Первый автомобиль, 1986 год. А теперь мы срином выстроим автомобили от того времени до нас. Вот так, в линейку. Вот картинки просто, да? И мы увидим, что тут немножко добавили, там убавили, да? И вот они так вот шли-шли-шли от чего-то похожего на телегу. Они пришли к таким болидам, что мама не горюй, да? Да. Но они шли не скачками, они шли вот такими кусочками. Совершенно точно так же шел алгоритм. По мере того, как больше народу участвовало, да? Ну, в совершенствовании алгоритма. Больше патентов анализировалось там и так далее. Каждый приносил по кусочку и туда вкладывал. Альшур ввел занятия. Там, значит, на занятиях что-то происходило. Вот как у нас сейчас наша с вами система обучения ТРИЗ. Мы ее одновременно совершенствуем и одновременно же ее используем. Правильно? Вот где-то там народ говорит, что в 85-м году дошли до какого-то АРИС-85Б, да? Или В там, если по-русски, да? И там вот на это, в общем-то, развитие закончилось. А вот, например, сейчас Леонид Абрамович Каплан придумывает свой какой-то, да? Ну, то есть, с 85-го года еще 35 лет, да? Прошло. Чего он придумал, знаешь? Нет, если честно, нет. Он несколько лет работал с корейцами прямо в Корее. И там учил их ТРИЗ. И они решали свои... Да, он работал в очень серьезной фирме Samsung. Ну, это мировой лидер по производству экрана. Да. Вот. И корейцы решали свои секретные задачи, которые они не хотели разглашать никому, в том числе и ему. Он, конечно, не понимал корейский язык. Он работал на английском. А корейцы не понимали английского. Им переводил переводчик. Понимаешь? Да, понятно. Вот в этих жутких условиях он учил их ТРИЗ. И понял, что решают задачи они, а он тут сидит вот так, понимаешь? И теперь он развивает ТРИЗ, когда ТРИЗ ведет за собой человека, погруженного в данную предметную область, и подсказывает ему следующие шаги. И этот человек, погруженный в свою предметную область, он нифига в ТРИЗе не понимает. Ему не надо понимать. А ТРИЗец просто ему говорит, ну вот теперь такой вопрос, что ты скажешь? Понятно, да? Да, понятно. А тут, значит, зная вот все эти, имея все знания, зная детали всего процесса там и так далее, он какие-то дает ответы. А тогда Каплан говорит, а теперь вот такой вопрос. А вот как бы ты вот так сделал вот это, как ты преодолеешь, да? И тут преодолевает, не изучая ТРИЗ. Вот у него сейчас такой КИС-ТРИЗ. КИС – это перевод с английского, там какая-то фраза, которая применяется в армии, которая означает «Будь проще и не выдумывай всякой фигни». Понятно, да? Ну, в больном моем переводе. Ну что, ответил я на твой вопрос? Да, да. Давай, я думаю, второй вопрос. А второй вопрос – это формулировка домашнего задания по ТРИЗу, когда, получается, идет переход от одного участника к другому. То есть они делятся, и как тот вот участник, который передает, должен формулировать домашнее задание? Ну, это совершенно элементарно. Смотри, вот ты помнишь, какое у меня записано тебе задание там, где у меня квант? Да. Какое? Получается, нужно как бы вопросы составить и к встрече. Не, не так. А, там же приглашение участника, по-моему, да? Да, да. Озвучивал более понятно. Что это значит? То есть я тебе передаю квант. Да. В уплату от тебя хочу получить нового участника. Да. Ты это выполнил? Ну, да. Ну, как бы я стал участником, и получается, получаю квант. А, нет, вот тот, кто у меня квант получает, он должен еще одного пригласить. А, еще одного. Понятно, да? Да, да. Смотри, у меня вопрос к тебе. Тебе кто посоветовал или порекомендовал вступить в нашу компанию? По обучению. А, Валентин Чернышов. Валентин Чернышов. О, вот это ему зачет. Ага. Он выполнял мое домашнее задание. Теперь он может ко мне приходить за этим квантом. Он уже оплатил его, понятно? Да, да. А за тобой будет должок. Теперь я попробую ответить на твой вопрос, но с другой стороны. Теперь ты сейчас от меня получаешь квант, который называется «С чего начать освоение триза?». Сам квант у нас с тобой сейчас так называется. Да. Да? Вот. Я сейчас спрошу тебя, скажи, пожалуйста, вот ты уже понял, с чего надо начинать освоение триза? Ну, тебе лично, не вообще там каким-то тетям и дядям, а тебе. Ну, да, да. С чего поделись с нами этой тайной? Ну, лично для меня изучение триза начинается с анализа задач и синтеза из них вот тех именно элементов, которые мне нужны, чтобы я научился сначала анализировать их, а потом выделять для себя элементы, которые подсказывают именно путь к решению и потом уже решать задачи как бы из этого. Понятно. Принято. Значит, смотри, в чем расхождение того, что ты сказал и того, что я спросил? Я очень хитрый вопрос задал. Я спросил, ты понял, с чего начинать осваивать? И у меня там написано в самом кванте, с чего начать освоение триза. А ты мне ответил, с чего надо его изучать? Осваивать и изучать абсолютно разные вещи. В чем разница, как ты думаешь? Ну, изучение – это, наверное, скорее процесс такого механического познания, а освоение – это именно использовать как инструмент его. Правильно, да, понимаешь, да? Вот, например, я придумал систему, как осваивать иностранные языки, не изучать. Человек становится пользователем. Он получает навыки, как пользоваться иностранным языком. И все. Знаний ровно ноль. Запоминать ничего не надо. Даже слова. Понятно, да? Да. Здесь такая же фигня. Если мы с тобой умеем решать задачи – все. Мы освоили триза. При этом знаний у нас, может быть, почти совсем никаких. Плевать нам на знания, понимаешь, да? Но ты сказал, вот, твой личный вход, что надо анализ и синтез, да? Да, да. Я там к видео, которое выложил Якушкин, вашего разговора с ним, да, написал вопрос. Ты не видел его? Ага. Вот вопрос. Что такого особенного, главного ты узнал из этого кванта? Да. Ну вот ответь тебе, пожалуйста. Из того, что тебе Якушкин рассказал. Ну, именно из этого кванта. Ну, скорее, тут начало, именно моей работы над ним. Я усвоил для себя то, как должен строиться анализ и как анализ может быть подразделён. Ну, то есть, анализ у нас строится из того, как мы выделяем в системе каждый элемент. То есть, это получается, что... Подразделяем систему под систему. Вот. И систему. Вот. И по учебнику мы смотрим на ситуацию с разных позиций, мы её анализируем и определяем уже, что есть главное и где есть у нас какие-то подсказки. Вот. Какие-то моменты, которые мы можем усвоить. Это ты рассказываешь про анализ? Да. То есть, могу ли я тебя понять так, что это анализ, это разделение на части? Ну, скорее, да. В какой-то мере. То есть, но это не полностью правильный ответ. Это... А чего нет? Анализ, ну, скорее, осмысленное разделение на части. Ну, конечно, мы не только делим на компоненты, но мы и также выделяем как самостоятельные компоненты связи этих компонентов между собой, правильно? Да, да, естественно. Но это тоже часть связи, это тоже часть. То есть, есть элементы вот так, да? Да. А есть между ними связи. Да. И то, и другое есть компоненты, правда? Ну, да. Вот. Да. А синтез тогда что это? Синтез это что? Ну, после того, как мы проанализировали ситуацию, мы должны выделить из нее какие-то главные моменты. То есть, именно те, которые позволяют нам по-новому взглянуть на ситуацию. Или как-то изменить ее в нашем сознании. Ну, вот. То есть, мы там, благодаря вот анализу отдельных элементов, что-то как-то ведем, какую-то селекцию этих элементов, а потом из остатков собираем, что нам надо, да? Да. Ну, понятно. Типа разломали Boeing 747, а потом из запчастей собрали велосипеда из нужных нам элементов. Да, да, да. Вот. Ну, да. Значит, хорошо. А теперь возвращаемся к главному вопросу, который мы обсуждаем. Как давать домашнее задание? Значит, смотри. Я говорю, мне нужен новый участник, дайте мне его, это моя корысть, вот вам домашнее задание, да? Дальше. Тебе лично я еще выдал дополнительный паровозик и говорю, давай, Никита, еще вот там посмотри видео и мне вопросы сюда притащи. Да? Да. Опять чистый мой эгоизм, правда? Ну, да. Он в чем заключается? Я говорю, сейчас новый человек посмотрит на это видео новыми глазами, а, как говорится, свежий взгляд, он не замыленный, да, он чего-то там выковывает какие-то зернышки. Это будет мне подарок. Поэтому, сейчас я заканчиваю ответ. Смотри. Теперь ты владелец кванта. С чего начать? Квант состоит из трех частей. Ты посмотрел видео мое с Кириллом, да? Да. Ты поработал с Якушкиным, что-то понял. Мы с тобой работаем сейчас. И сейчас ты владелец вот такого синтеза. Трех этих вот. Понятно. И все они называются. С чего начать освоение? Освоение, не забывай. А? Триза, да? И ты теперь владелец кванта. Вот, закончим, и ты владелец. И тебе предстоит выдать домашнее задание другим, кто захочет у тебя взять квант. Какое ты выдашь домашнее задание? Ну, как? Ну, не знаю. Возможно, какую-то предоставить мне интересную задачку. Например, по Триду. Вот. Смотри, что я тут нашел. Вот смотри. Видишь? Да, вижу. И вот тут очень интересная штуковина. Вот, например, написано. Задача об отделении опалуки после затвердевания бетона. Видишь? Ага. Да. Вот эта схема применяется вот в этой задаче. Я говорю, Никита, тебе интересно посмотреть задачу об отделении опалуки? Да, интересно. Пожалуйста, найди технику и наука 81-й год номер 5-7. Ага. Понятно, да? Да, да. А теперь смотри сюда, видишь? Да. А здесь вот о какой-то мешалке для расплава стали, да? Да, да. А дальше там еще, вон он еще, еще. Видишь? Да. Все это техника и наука 80-й год. Задача о паяльнике. 80-й год номер 4. Вот, пожалуйста, целый кладезь заданий, которые тебе дадут в уплату за твой конт. Ага. Эксплуатация человека-человеком. Не слышал про это, нет? Нет, не слышал. Да, как это? Ты про эксплуатацию ничего не знаешь? Нет. Я офигею. Так. Понятно, да? То есть, ты получил у меня квант, ты выставляешь его в табличку, ты говоришь, окрашиваешь зеленый цвет, если ты готов его передавать. Если нет, ставишь заслонку, говоришь, нет, я не готов передавать, да? И вот так делают шурупчики свои. Какое домашнее задание ты выдашь следующему, кто к тебе придет. А следующий придет, скажет, он у Кирилла Сомова есть этот квант, у Григория Олеговича есть, и у Никиты есть. Он почитает, кто какое домашнее задание выдал, и скажет, о, там вот этот придумал вообще. А вот тут попроще, пойду к нему. Рынок, рынок, понял, да? Да, да, да. Ну вот, это все, следующий вопрос, давай. Да, следующий вопрос, это вопрос о инициативе ученика. Почему она главная в изучении ТРИЗа? Это не только в изучении ТРИЗа. Вот у меня сейчас была ученица шестого класса по математике, да? Ага. Вот. Она мне такой же вопрос задала. Я сказал, студент это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Ага. А что, неужели ты не слышал в свои 20 лет такую афоризм, нет? Нет. Ну, мне 18 пока, вот. Ну, неважно. Плюс-минус там роль не играет. Но это крылатая фраза всех времен и народов. Поэтому задача поставить человека в активную позицию. Вот и все. И я эту задачу решаю. Вот смотри. Мы же сейчас с тобой, это у нас побочные вопросы, правда? Это еще пока твое домашнее задание. Мы же к самому кванту, с чего начать, не перешли. Да, да. Так, там вопросы все или еще один там? Нет, был еще один вопрос. Мне интересно было, когда появятся первые плоды обучения. То есть, когда я почувствую, что как бы вот что-то изменилось. Это ты меня спрашиваешь. Когда ты почувствуешь. Вот и да. Да. Не стыдно, да? Ну, в смысле, не чудно ли это? Вот. Да. Ну, это. Я скажу так. Вот я прочитал там книжку. Арис там, не помню. Арис 70, по-моему. Которая вышла в 70-м году, да? Да. Я закрыл эту книжку. И пошел, я работал на Ижмаши. Ижмаши – это завод, где делают автоматы калаши. Да, там работал сам калашник. Понятно, да? Да. Огромный завод. 50 тысяч сотрудников. Завод. И, конечно, там огромный вот этот вот отдел, который занимается, вот как у Альт Шулера, где он помогал изобретателям заполнять заявки. Я пришел и сказал, ребята, а на нашем заводе есть что-нибудь, задачки какие-нибудь? Они выкатили мне целый вот такой вот большой толстый альбом сантиметра толщиной. Ну, я взял его домой, вечером полистал и не нашел ни одной задачи, которая, ну, достойна того, чтобы тризом ее решать. Все задачи были организационные. Это переложить туда, тут почистить, тут снять начальника нахрен, потому что не справляется, понимаешь? И все. Я принес на следующий день и говорю, тут нет ни одной задачи. Они говорят, ну, у нас другого нет. А я работал на стройке, я подошел к своему прорабу и говорю, Игорь Евгеньевич, а нет ли у вас какой-нибудь задачки? Он говорит, я подумаю. И дня через два или три он подходит ко мне и говорит, слушай, мы тут для завода когда-то давно, несколько лет тому назад, строили тир. Понятно, да? И в этом тире проблемка есть с броней. Значит, там стоит броня вот так. А предметы, которые в тире испытывают, летят вот так. А угол вот здесь 30 градусов. А толщина брони 80 сантиметров. Ого. А теперь представь, сколько у нее толщина вот по этому направлению. Понимаешь, да? Да, да. Вот. Так вот, эта броня, в ней получается дырка за считанные мгновения. Сквозная дырка. А она из блоков состоит, броня. Из тяжеленных блоков. Из очень дорогущей стали. Представляешь, да? Да, да. Заменить это все немысленно. Вот. Ну и это. Рабочие что придумали? Чтобы часто не менять блоки, они перед броней складывают штабель из бревен. И стреляют сквозь эти бревна. Чуть-чуть защищают броню. Но при одном только выстреле, получается дырка в этом бревнах. И нужно все бревна раскатать, и новые бревна накатать. Ну да. Им тоже это надоело. Они перед бревнами поставили ящик, метр на метр. Вот из уголков сварили, и туда доски вот так засунули, а сверху песок насыпали. Это хорошо защищало бревна. Но после каждого выстрела доски разрушались, песок высыпался. Нужно было новые доски вставить, и песок лопатами закидать. Ну да, да. Вот он сказал, вот тебе задачка. Я вечерок посидел и решил эту задачку. Говорю, вот надо сделать такой опытный образец. Он говорит, рисуй чертеж. Я нарисовал чертеж, мне сварили из нержавейки, фигню такую. А для нее нужен высокий напор воды. То есть я сделал бассейн без передней стенки. Понятно, да? Да, да. Вот до сих пор это там, я думаю, работает успешно. При том, что снаряды, которые выпускаются, можно снова заряжать. Они вообще не портятся. Представляешь? Да, да. Я до сих пор этим горжусь. Вот такой продукт получишь, и все. То есть, смотри, чтобы ты сказал, я три зависти, тебе нужно две вещи сделать. Найти задачу и решить. Все. Ищи скорее задачу. Теперь ты можешь мне задать вопрос. Григорий Олегович, а где ее искать? Я же тебе уже дал ответ только что. Я говорю, спроси у людей. Да? Да, да. Вот все. У всех, которые мимо тебя пробегают, говорят, останавливай, говорят, у тебя нет задачи? А у тебя навалом кругом людей. А в мире интернета еще больше. Да, да? Да. Ну ладно. Теперь переходим к сути нашей задачи. Да? Да? Можно? Да, да. Вот я бы тебя попросил подвести итог по вопросам, вот каким образом. Ты читаешь сейчас вопрос, и быстренько короткий ответ, который ты от меня получил, формулируешь. Так, первый вопрос. Так, ну, первый вопрос, это как формировался Арис? Краткий ответ. Да, Арис формировался в течение многих лет. Первый это был Генри Хальшшуллер, и алгоритм постепенно совершенствовался все новыми и новыми людьми, которые придумывали, ну, что-то свое. Принято дальше. Вот. Как формулировать домашнее задание по ТРИЗУ? Ну, домашнее задание по ТРИЗ, получается, формулируется тем участником, который принял квант, и готов его передать. Вот. А формулируется оно исходя из его самих побуждений. Да, из своих корыстных задумок. Да, да, да. А почему инициатива ученика это главное? Ну, потому что человека нужно перевести в активное состояние, а не просто наполнить его какими-то знаниями, которые бы он выполнял механически, а сам. стремился обучаться. Принято. Ну, и когда появятся плоды обучения, мы станем ТРИЗУсами тогда, когда найдем задачу и решим ее. И я тебе дам задачу, а ты сам найди. Да, 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 сам. На ловца и зверь бежит. Ну, ладно. А теперь, значит, собственно, по делу. Мое начало, я его обозначил также и для Кирилла. Это табличка. Вот я тут себе нарисовал. Вот здесь алгоритм, видишь? Да, вижу. Вот это мы можем закрыть и сказать. Вот какие-то секретные тут эти иероглифы, да? Вот, например, в любой задаче есть ин и есть из. Видишь? Ин – это инструмент, а из – это изделие. Да? Да. Вот, то есть что-то воздействует и чего-то изменяет, да? Или есть вот такие стрелочки, да? Которые означают позитивное воздействие, еще какое-то, еще какое-то, еще какое-то, да? Да, да. И с помощью этих стрелочек мы рисуем вот такие схемки. Значит, с чего надо начать? Нужно вот сюда, вот где моя рука, положить следующую новую задачу. Вот из тех, что я тебе только что на экране показывал. В журнале там техника какая-то и наука, да? Да, техника и наука. Это задача там про то-то, да? Да, да. Вот сюда ее положить и начать ее решать. Согласно вот этого. Понятно, да? Да, понятно. Это только первая часть, а их там всего четыре. Ну, там еще есть пятая, но не важно. Короче, есть шаги, они описаны, да? Ага. Поэтому, вот я тебе могу выдать домашнее задание, к вопросу о домашнем задании. найти надо задачу и вот здесь ее начать решать. Согласно вот этого? Понятно, да? Да, да. Вот, я тебе сейчас покажу еще одну штуковину. Вот она так выглядит. И самое в ней интересное вот здесь внизу. Вот видишь? Здесь написано Обнинск. Да. Почти девятьсот восемьдесят седьмой год. Ага. Вот. А вот тут вверху вот тут вот написано Генри Хальтшулер. Да. Вот. И дальше вот такой текст. Он совершенно не читабельный, потому что тогда были плохие копирующие устройства. Понятно, да? Да, да. И вот здесь вот на тридцати двух страничках вот так вот мелко-мелко все написано. Понятно? Я прочитал эту книжку вот в восемьдесят седьмом году. И из нее сделал вот это вот. Ага. А поскольку сейчас у меня голода стали слабые, мне читать вот это влом. А кстати сказать, вот давай дальше покажу. Значит, вот это у нас идет вторая часть. Вот, видишь? А это третья часть. Ну и там вот задачки всякие, видишь? Да, вижу. Я так буду двигать, чтобы всем было видно. Вот видишь гармошка вот, да? Ага. Вот нужно все эти гармошки заполнить задачками и их прорешать. Тогда другие люди, глядя на то, как решаются вот эти задачки, которые мы найдем, да? Ага. Которые мы найдем и прорешаем. Они будут легко дальше все осваивать. Но самое интересное оказалось, я недавно только сообразил. Когда я начал вот эти все, я отксерил все вот эти. Потом я их увеличил и стал читать. Но настолько плохой вот этот, что ксерокс не берет. Здесь контрастность маленькая. Я взял некоторые ключевые слова из этого текста и полез в интернет. Смотри, что я нашел. Прямо слово в слово. Это братья. Прямо один в один. Ага. Понятно, да? Да, да. Вот прямо точно по тексту. Вот просто все вот цитаты. Прямо непрерывно. Один в один. Вот идет запись один-один. Видишь? Технические противоречия. Шаг один-два. Выделить и записать конфликтующие пару элементов. Изделия и инструменты. Тебе Якушкин про это говорил, правда? Да, да. Дальше. Третий. Один-три. Составить графические схемы. Понятно, да? Да, да. Вот. А теперь я тебе покажу еще одну вещь. Во. И вот это все можно двигать. Тут нельзя, потому что это не мое. Понятно, да? Да, да. То есть здесь запрограммированный инструмент, с помощью которого можно, двигая вот эти кружочки, вот эти противоречия формулировать. Прямо на экране. Здесь решается какая-то социальная задача. Видишь? Здесь элементы, это люди. Да, вижу. Ну, вот. То есть, в принципе, вот такую штуку запрограммировать, уже она запрограммирована. Научиться ей пользоваться и пользоваться. Здесь есть все необходимые инструменты, чтобы все это раскладывать. Да. А я, получается, тоже, да, могу в эту сеть зайти? Ну, да, конечно. Когда я пару слов о ней скажу, секунду. Значит, вот это мой участок в эко-сети. Вот это дела, мои дела и дела, в которых я участвую. Вот здесь вот мы читаем, да, вуз взаимодействия, вуз выпускники, видишь? Угу. Вот если я правой кнопочкой нажимаю, я получаю описание этого дела. Угу. Вот. Значит, ну что еще сказать? Значит, про каждого человека можно что-то узнать, да? Угу. Например, вот этот человек, он живет в Израиле. Он впервые запрограммировал вот подобную штуковину. А уже по его аналогу потом мы это вот сделали. А его эко-сеть вот так выглядит. Видишь, безхозяйство, бесхозная она тут. Угу. Вот. То есть не ухаживает он за ней совсем. Вот. Ну вот как-то так можно сделать, правда? Угу. Ну вот, короче, вот у каждого свое хозяйство. И каждый тут. Смысл какой? Мы объединяемся вокруг дел. Здесь нет никаких средств коммуникации. За средствами коммуникации нужно идти в Facebook, ВКонтакте и так далее. Телеграм, да? Ну вот. Выход из эко-сети. Вот видишь, что это вход. Угу. Вот тут внизу вот для тех, кто хочет вступить в эко-сеть. Понятно? Угу. Туда пойдешь, вот на эту ссылку нажмешь. Угу. И ура. Итак, будем как-то завершаться, да, Никит? Угу. Я бы сделал такой резюме, а ты подумай, какой ты сделаешь резюме. Угу. Поскольку у нас квант, с чего начать освоение ТРИС, нужно начать с составления таблички, решения по алгоритму различных задач. Угу. Каждый наш участник берет одну какую-нибудь задачку, и сейчас уже много задачек можно найти, где все решение поэтапно расписано. Угу. То есть даже думать не надо. Нужно будет просто формализовать его и вносить вот в такую табличку. Угу. У нас пока нету, но это дело, вопрос простой. Открываем Google таблицу, да? Да. В первую колоночку вписываем алгоритм, а с остальной колоночкой вписываем нашу задачу. Угу. Пока вручную, просто вот так, понимаете, да? Ну да, понятно. Вот. И поэтому, если совсем уж вот сузить вот задачу, с чего начать, значит, поиск задачи, формализация ее и складывание в эту табличку. Все. Угу. По мере этого ты будешь читать алгоритм. Будешь говорить, а вот тут мы сформулировали в алгоритме, вот так это непонятно, давайте напишем так, да? Угу. Да. И будешь писать своими руками, не мне говорить, Григорий Олегович, напишите, да? Да, да. Это право редактирования и туда вносишь. Понятно, да? Да, да. Теперь точно так же, как у нас Кирилл создал табличку, в которой мы учимся, да? Угу. Вот. Ну, где у нас координационный весь процесс идет. Да. И точно так же, как он создал там чат в Телеграме и так далее, я говорю, Никита, можешь Google таблицу создать? Вот для этой задачи. Да, хорошо. И все эти склады. Понятно, да? Да, да. Вот. Ну, вот и это будет наше рабочее пространство, где мы делаем продукт. Угу. Вот. Да, вот еще что я хотел сказать. Чуть не забыл. Значит, благодаря твоим вопросам тебе большое спасибо за это. То, что я сейчас скажу, я давно знал. Но твои вопросы явились спусковым крючком. Ты сказал, о, так это же надо сейчас и сделать. Что именно? Нужно каждому вести дневник. Угу. Вот. Дневник Тризовца. Вот наша учебная табличка. Угу. Значит, здесь есть люди, мы тут все записываем и так далее. Для тех, кто новенький, вот здесь вот видишь слева. Триз-анкета для нового участника. Вот сюда на ссылочку нажимает человек, открывается анкета, он туда идет, заполняет ее и становится участником. Понятно, да? Ага. Вот. А теперь, вот видишь, у меня с моей фамилии написано «Громыка ГО Триз Дневник». Ага. Значит, всех призываю свой дневник называть именно так. Понятно, да? То есть, своя фамилия и инициалы. И вот так вот, как здесь написано. Теперь я сюда нажимаю. И любой может нажать, правда? Да. И видит мой дневник. Я здесь сделал так, что у меня снизу вверх даты идут. Видно? Да, видно. При том, что я делаю в американском формате, то есть, сначала год, потом месяц, потом день, сортировать можно легко, понятно? Можно поменять в порядок легким щелчком мышки, правда? Да. И вот здесь будем читать. Смотри. Я передал к вам Сомову, видишь? Да. Потом создал чего-то там, листок учета, видишь, что тут написано? Да. Дальше. Передал Сомову еще один к вам. Да? Передал Чернышову. И здесь ссылка, прямо нажимаешь, и можно смотреть видео. Ага. Получал от Леонида Каплана, получил от меня. Вот, с Якушкиным, Якушкину передал, да? Да. И последнее сегодняшнего числа я создал и заполнил мой тридцдневник. Ага. Понятно, да? Да, да. Вот, благодаря тебе. Все это сделано. Вот. И так далее. Вот здесь мы будем дальше вверх продолжать. И у каждого своя траектория будет высвечиваться. А другие люди могут сюда заходить. Ну, естественно, без права редактирования. Правильно? Я прошу всех наших участников заводить дневники личные и в нашу общую табличку давать ссылку со своей фамилией. Понятно? То есть у нас получается вот такой спрут информационный. Ага. Значит, ты дашь на табличку, где мы складываем все задачи, да? Да. У каждого будет свой дневник. Ага. И плюс вот эта координационная табличка, и плюс анкета для тех, кто хочет с нами заниматься. Да, конечно. Сегодня ко мне попросилась в участники очень матерая учительница из Красноярска. Кстати сказать, из атомного города Зеленогорска. Да? Из города Росатома. Ага. Вот. Она тоже хочет изучать ТРИС. Ага. Она завуч в школе. Преподает русский язык и литературу, по-моему. Ага. Берем? Да, берем, конечно. Вот. Мы рады любому участнику, я думаю. Ну, вот. Да. Ну, вот, собственно, да. Вот наше с тобой начало. Видишь, какое? Ну, теперь слово за тобой. Какой итог нашего кванта? Ну, как по мне, итог нашего кванта состоит в том, что мы определили, с чего начать освоение ТРИС. А именно, это нахождение и формализация решений, представление его в определенном виде для того, чтобы их видели другие участники. И передача своих знаний с последующим совершенствованием алгоритма, который ты сам несешь. Да, да. Ну, и найти какую-нибудь задачу по плечу и решить ее нафиг. И сказать, все, ребята, до свидания. Я научился. Да, да. Спасибо тогда, Никита, спасибо. Да, до свидания. Да, всем до свидания. Спасибо за первый квант. Я очень рад, ты очень дал мне хороший импульс, тебе спасибо. Спасибо.